добрый день дорогие друзья добрый день пользователи канала сегодня понедельник 17 апреля 23 года я вас приветствую из страсбурга и мы продолжаем разговор о политике надеюсь что мой образ робкой нимфы в кустарнике не отвлечет вас от жесткого содержания этого ролика потому что мне хотелось бы начать неделю с обсуждения последствий политического землетрясения в сша именно землетрясения которые будут иметь колоссальные последствия и во время выборов в двадцать четвертом году и далее потому что публикация секретных документов пентагона и цру произвела неизгладимый эффект произвела я бы сказала эффект кораблекрушения и для пентагона или цру потому что американские граждане поняли как и могут по всем азимутом и конечно я лично не верю в то что этот взлом и эту акцию публикации документов совершил этот молодой человек которому были в пятницу предъявлены обвинения джек тешера уже арестован как вы знаете был целый спектакль я выложила официальное обвинение у себя блоге вместе с фотографиями этого документа мой блог так называется vandensky.blog не путать с vandensky.com на английском языке для тех кто хочет вы можете ознакомиться с дословным переводом оригиналом этого очень значимого документа который мы впоследствии будем еще не раз обсуждать в связи с тем что действительно то что произошло это настоящее кораблекрушение для пентагона и цру и я хотела бы в первую очередь обратить ваше внимание на ту критику которая обрушила на пентагон известная вам конгресс вумен маржори тейлор грин потому что она задала те вопросы которыми задаются многие политики и конечно граждане американской республики она спросила у лойда остина о том на каком основании и сколько американских военнослужащих то есть согласно этим опубликованным секретным документам пентагона на украинских фронтах сражается около 100 иностранных военных в том числе и военнослужащие сша спецназ я говорю о фронтах потому что линия фронта это 1200 километров и не повсюду она активна то есть можно сказать есть участки активного соприкосновения активных боевых действий поэтому я говорю на фронтах но то что касается этого письма который она опубликовала я выложу ссылку в первом закрепленном комментарии она выложила у себя также не только на своей официальной странице как конгресс woman как член конгресса но также она выложила у себя на страничке twitter как вы знаете она туда вернулась благодаря илону маску и она обвиняет лойда остина во лжи то есть она так и пишет то есть она не говорит так как я что пентагон намеренно вводил заблуждение граждан американской республики нет она откровенно пишет и резко пишет о том что она хочет знать почему пентагона прекратил действовать согласно конституции он должен служить народу гражданам они должны работать в режиме прозрачности потому что они не имеют право без одобрения конгресса направлять за пределы сша военнослужащих потому что американская армия вооруженные силы прежде всего это оборона если никто не нападает на сша то нужно разрешение конгресса для того чтобы направить вне территории сша для каких бы то ни было благородных целей я конечно иронизирую американский контингент и она спрашивает его также а сколько на самом деле военных находится в ней территории и она требует от него объяснение какова позиция байдена потому что он как президент одобрил ли он в курсе ли он что это происходит и соответственно она очень обеспокоены тем что такое положение вещей то есть задействование американских военных в этом конфликте на украине может привести к столкновению двух ядерных держав то есть это очень резкое очень серьезное письмо которое вызвало определенный эффект безусловно потому что многие присоединились к ее точке зрения и этот вопрос можно сказать витает в воздухе потому что американцы действительно хотят знать что на самом деле происходит потому что исходя из тех документов которые были опубликованы становится очевидно что все что рассказывали про украинский фронт про военные действия и так далее это все сказки по басенке потому что ситуация ни в коей мере не отражает суровой правды жизни вы уже знаете о том что украинские военнослужащие несут серьезные потери что пропорция совершенно не та о которой говорили и в связи с этим многие американские журналисты я имею ввиду из лагеря которые поддерживают справедливость и прозрачность стали задаваться вопросом а почему же тогда лойд остин когда он был в сенате когда у него было интервью он отвечал на вопросы сенаторов почему он лгал и потому что то что он говорил он внушал сенатором буквально смысле слова то что украина может победить и американский военный промышленный комплекс делает все чтобы обеспечить вооружением с тем чтобы они победили что победа возможно то время как из этих документов четко следует что они в курсе того что не только победа невозможно что украинские вооруженные силы терпит серьезное поражение но также что они намеренно скрывают то есть они сами себя изобличают они сами подтверждают то в этих документах что они ведут двойную игру то есть они рассказывают совершенно другое или даже прямо противоположное как не вспомнить анну лену бербок 360 градусов нет на 180 градусов они рассказывают другое чем то что на самом деле происходит поэтому конечно встает вопрос о том имеет ли право лойд остин пребывать в своей должности потому что он намеренно вводил в заблуждение конгресс он внушал сенатором что возможно победа что американцы делают американские военные делают все от независимое чтобы обеспечить украинские вооруженные силы всем необходимым и конечно то что следует из этих документов что им не предоставляется та помощь которая им нужна и скорее всего в мае они уже будут лишены ракет для противовоздушной обороны то есть очень серьезные проблемы ожидают их в мае месяце конечно эти документы относятся к февралю поэтому возможное смещение этих этих предположений но тем не менее эта проблема которая известна и эта проблема скрывалась и конечно мой личный вопрос в том насколько это морально предлагать украинской армии воевать зная что они обречены потому что американцы не в состоянии обеспечить их вооружением которое требуется и конечно то что мы читаем газетах читали газеты на западе также поражает воображение потому что нам рассказывали о том что в российской армии одни 500 то есть западная пресса печатала следующие материалы что в российской армии путинской армии одни 500 и ржавые танки что если она не развалилась сегодня то она развалится и разбежится непременно послезавтра если не завтра теперь выясняется что они могли за четыре часа взять в париж и мы должны в ноги кланяться на то что они нас спасают от путина потому что путин может пройти со своими танками до парижа в четыре часа дорогие это то что теперь нам пишут как говорит она анна-лен бербок все обернулось на 360 градусов я конечно шучу потому что нельзя пасть духом даже при таких печальных обстоятельствах конечно если вы спрашиваете меня мне больно и грустно за всех тех кто погиб и конечно мне очень больно за за украинцев потому что их просто используют а теперь это становится ясно что целью было и есть цель это заставить кровоточить россию и судьба украинцев и глубоко без безразлична тем кто идет на это в пентагоне конечно я тоже считаю что лойд остин после этого скандала не может остаться на месте но вы знаете что демократическая партия сша это особая партия она как заколдованная вы помните что любой другой бы сын давно сидел в тюрьме если бы его папа не назывался не звался джо байден это то что я вам хотела сказать друзья я завершаю этот сегмент я надеюсь что он был вам не без интересен мы будем продолжать обсуждать то что происходит в сша там невероятно бурные события я надеюсь что мы успеем охватить самые важные из них пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на мой канал если вам конечно интересно то что я вам рассказываю я благодарю всех тех кто принимает участие в дискуссии пожалуйста не забывайте писать откуда вы первым словом это помогает нам понять ваш контекст и содержание вашего комментария и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами на развитие я благодарю вас за ваш элегантный жест и буду ждать ваших реакций